Ну, я даже не знаю, можно назвать ли это коррекционированием, но, наверное, можно. Вот столько у меня накопилось пробок от шампанского с плакетками. Эти все бутылки мы покупали и выпили с женой. Но это еще не считая, что есть вот такие еще пластиковые. Ну, сейчас таких уже не производят, это раритет. Но я в свое время их тоже накопил и использую для приготовления домашнего шампанского. А вот эту фигню я, конечно, не могу спрессовать и всунуть. Ну, давайте сейчас посмотрим, что у нас такого интересного есть. Ну, а как я? Я беру вот это, когда шампанское вылетает, я снимаю вот эту плакеточку и обтягиваю эту родную пробочку. Тут у меня еще пробки крымские до 2014 года есть и всякие разные, и французские, и грузинские, и гристые вина, и итальянские, и ламбрусские, шмушки, и всякая фигня. Ну, надо, конечно, это не надо перебрать, да и этот, по одному экземпляру на коллекцию этот отложить, а остальное в гребсти в ящики засунуть. Посмотрим, что у меня тут интересного есть. Упаковал я эти пробки в коробки, с учетом того, что я где-то третью часть времени выкидывал их. За последние 15 лет, где-то лет 10 только начал их эти пробки собирать, может даже чуть меньше. То если посчитать из того, что было раньше еще выпито, то я думаю, если бы мы не пили шампанское, деньги откладывали, без учета инфляции мы могли уже какую-то иномарочку маленькую купить. Ну, а так мы, любители, выпить. Ну, надеюсь, жена это не увидит, этот. Ладно. Ну, отложил я тут такие интересные эти пробочки. Не знаю, будут видны или нет. Что это за срань? Ну, там есть такие плакетки простые, без ничего. Вот, кстати, интересно это привезли. Вот, видите, вот такая, какая-то простая, такая вообще, без ничего. Ну, это маринга. Вот такая плакеточка. Не знаю, что-то плохо видно, наверное, фокус. Так, что за херня? Или на свет выйти? Это тоже маринга, другая, время идти. Это что-то непонятное. Это киевский завод шампанских вин. Это Валь де Ранс. Это, наверное, какой-то французский брютик. То же самое. Это я не помню, что. Это Артемовский завод шампанских вин. Вот такая была у них эти плакетка. Это Коблева шампусик. Это что? А, это такие без позапознавательных знаков. Очень их много, целый ящик. Это Артемовская, другая этикеточка. Завод шампанских вин. Это что такое? Спарклин вайн инкерман. Это Артвайнери. Артемовский завод. Это Новый свет. Любили мы шампанское, когда оно было раньше доступно. Сейчас не знаю, что с этим заводом случилось. Луик Рейсон. Это вообще непонятно что. Принц. Голицин. Князь Голицинские вина. Голицинские тоже хорошие шампанское. Князь Голицин. Киевский завод. Тоже вот такие непонятные. Не помню чего. Это Новый свет. Так. Это Фратели такая. Простейшая. Киевский. Шабо такая этикеточка. Князь Голицинский. Не вру. Это как-то Бель, что ли. Данели. Это типа Ламбруски. Это Золотая балка. Крымская. Вилла Крым. Артемовск. Новый свет. Болград. Это Сидор и Ярояль. Ну, тоже такие уж и что у них. Это Артемовск. Другая. Белатая балка. Вилла Крым. Киевский. Хрен его знает, что это такое. Надо было записывать, когда. Ну, много их еще. Разных. Ну, просто вот такая. Как бы. Я даже не могу сказать, что это коллекционирование. Очень много. Кстати, я уже и использовал этих крышечек, когда делал домашнее шампанское. Домашнее шампанское я начал делать, потому что нужно как-то экономить. Была бы сладкая вода без этого. Без сладости. Мы бы ее покупали. Но так как газировки все с сахаром. Марингена. То вот такая. Ну, и есть еще пластиковые. Классические. А есть вот такие еще, видите, интересные. Разные. Тоже не помню от чего. Ну, это, ладно, пусть будет это в коллекцию, это коллекционирование. Но это как бы экскурсия по пробкам. Винные пробки. У меня было еще их больше. Там тоже была еще одна машина. Но я винные пробки все использую по вторякам, как вы видите, в домашнем виноделии. Так что у меня оно не сохраняется. Ну, кое-что может там сохранилось. Потом тоже какую-то сделаем выпуск, коллекционирование по винным пробкам. Ну, вот так. Можно собирать. Надо посмотреть в интернете. Может с них какие-то подделки можно делать. Ну, всего хорошего. С вами был я.